Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Слайм Рэнчер. Ну а сегодняшнюю серию я хочу начать с прокачивания премиального магазина. Мне кажется, я подкопил достаточно денег. Хотя не знаю, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что можно купить. Итак, премиальный магазин, игривый лист 3. Два новых цвета. Пойдёмте посмотрим. Я буду сразу же смотреть то, что я покупаю, чтобы не запутаться. Ива. Ну, не знаю, в принципе прикольно. И Авангард. Блин, даже не знаю, Авангард тоже смотрится неплохо. Давайте попробуем его на всей технике. Так, Авангард, Авангард и Авангард. По-моему, я везде его поставил. Ну, нет, мне кажется, нет. Давайте попробуем его. Так, техника, рюкзак и пылесос. Ну, ради разнообразия можно оставить. Пойдёмте посмотрим, что ещё есть. Серебряный шторм 1. Слаймовый трофей. Ну-ка, купить. И... Что это за трофей? Ого, это ты? Офигеть, серьёзно? Просто небольшая статуя слайма, но, блин, до чего она прикольная. Жалко, что не нажимаются. Ну, ладно, пойдёмте посмотрим, что ещё можно купить. Так, два новых цвета. Серебряный шторм 2. Пойдёмте посмотрим. Рассвет. Ну-ка. Ну, тоже, в принципе, ничего. И... Вечерняя пора. Нет, розовый цвет мне не очень нравится. Давайте поставим рассвет. И посмотрим, как это всё будет смотреться на... ВСЁМ. Как бы это ни звучало. Ладно, рассвет мне нравится больше, чем предыдущий цвет. Серебряный шторм 3. Обновление зарослей. Так, у нас обновились заросли. Пойдёмте посмотрим. А заодно купим игрушку для дербиш слаймов. Волчок. Ну-ка, иди сюда. Прикольно. Пойду подарю им. Ух ты. Тут действительно всё. Не всё, но что-то поменялось. Так, держите пока. Блин, а сразу и не заметишь, что это игрушка. Очень похоже на самих слаймов. Так, ну... В принципе, не сильно много поменялось. Ну, какие-то вот деревянные постройки появились. Цветочки, что ли, выросли. Ну да, цветов не было. Прикольно. Как вы тут, друзья? Что у нас ещё есть? Танцующий мангуст 1. Два новых цвета. Пойдёмте посмотрим. Так, саламандра. Ну, она, в принципе, вообще обычная. Ничего интересного. Так, Роллтон хотел прочитать. Роялтон? Нет, мне не нравится. Мне нравится рассвет. Он красивый. Ну, пойдёмте дальше смотреть. Так, танцующий мангуст 2. Слаймовый трофей 2. Пойдёмте посмотрим, где он там. Так, а где же... Серьёзно, второй слайм. Второй трофей на первом. Обалдеть. Ну ладно, пусть будет. А игрушки как-то не особо смотрятся здесь. Вернее, эхо. Я так и не нашёл третье. Давайте прилепим их сюда, наверное. Да, пусть будет так. А ты сюда. Эй, ну-ка вернись на место. Ну, хоть какое-то разнообразие. Блин, этот трофей так круто смотрится. Пойдёмте посмотрим, что ещё можно купить. Так, танцующий мангуст 3. Два новых цвета и сапоги сверхскороходы. Прикольно. Это очень интересно. Так, их мне кажется придётся купить. Подождите. Давайте посмотрим два новых цвета. Мятная крошка. Ну-ка. Просто зелёненький. И с белым. И неаполитанец. Ну, вот этот прикольный цвет, в принципе. Но опять же, мне нравится рассвет. Пускай будет рассвет. И пойдёмте купим сапоги-скороходы. Блин, а где же они? Так, они походу показываются, что уже есть. Экспериментальная обувь способна ещё больше снизить цену бега. Это даст тебе понять, что ходьба пешком для слабаков. Ну-ка, я даже не заметил. О, действительно. Смотрите, как медленно расходуется энергия. Пойдёмте улучшать дальше. Бесконечная гора 1. О, расширитель отсека ультра. Вот это пригодится. И эскиз ловушки горда для профессионалов. Это, наверное, улучшение для лаборатории. Так, давайте посмотрим расширитель. Насколько он расширяет. Так, подождите. Его нигде нету. А, вот сердечный блок ультра. Почему он называется... Сердечный блок? Если это расширитель. Секретный усовершенствованный вакуумный отсек. Интересно, это действительно так? Ну, судя по всему, да. Потому что я набрал уже почти 30 око-око, и у меня дофигища места ещё осталось. Интересно, сколько там места? 80 или 100? Так, дальше у нас идёт бесконечная гора 2. Блин, какие дорогие улучшения уже пошли. Два новых цвета и сердечный блок ультра. Пойдёмте посмотрим на сердечный блок. Насколько он увеличивает. Так, я уже вижу, что он увеличил на 100. Лишних ХП. Экспериментальная система улучшения жизнеобеспечения, которая повышает технологию до предела здоровости. 350 здоровья теперь у меня есть. И два новых цвета. Давайте посмотрим. Вулкан. Ух ты. Вот это неплохо. Вот это мне нравится. И призрачное вино. Нет, призрачное вино скучное. Давайте поставим рассвет. Мне он больше всего нравится пока что. Так, бесконечная гора 3. Обновление лаборатории и золотой меткий выстрел. Что это значит? Давайте купим и поищем, что это такое. Может быть он в улучшениях есть? Да, вот он. Специальное обновление рюкзака-пылесоса, которое нацелено на слабые места золотого слайма. Секретная кнопка на животе. Утраивает количество золотых плортов, производимых им при ударе. Блин, бесполезная фигня на самом деле. Но пусть будет. А бесполезна она потому, что я, блин, практически их не встречаю. А вот и новая лаборатория. Какая-то бочка появилась. Вход новый. Какие-то поломанные вещи. Не знаю, трубы. Офигеть, сколько тут всего нового. Какие-то ящички. Прикольно. Так, и что с самой лабораторией? По-моему, ничего не изменилось. Фабрикатор. Отстань, я еще не хочу изучать тебя. Пойдемте лучше посмотрим, что еще можно купить. Блуждающий волк 1. Два новых цвета и эскиз бура для гиганта. Тоже, наверное, какое-то улучшение в лаборатории. Давайте посмотрим цвета. Рыцарский свет. Прикольный, мне нравится. И довольно громко. Нет, ну это прям кислотно-розовый. Давайте поставим рыцарский свет и сюда, и сюда, и на технику, и на пылесос. Отлично. Мне кажется, мне не хватит на все улучшения сейчас, поэтому придется еще побегать подкопить. Блуждающий волк 2. Слаймовый трофей третий и эскиз глубинного насоса. Так. Ого, целая башня из слаймов. Офигеть, как она смотрится издалека. Вот это круто. Так, эскиз, скорее всего, будет там, в лаборатории. Блуждающий волк 3. Два новых цвета и эскиз королевской пасеки. Бесполезная фигня. Ну, пока что, по крайней мере, давайте посмотрим два следующих цвета. Чернобурка. Ну, нет, он совсем скучный. И мерзкая фиалка. Блин, а этот тоже прикольный. Смотрите, как будто он подсвечивается. Давайте его поставим. Так, техника и... И пылесос. Не, ну это смотрится определенно поинтереснее, чем те. Пойду подкоплю ещё монет. Итак, я посмотрел, сколько осталось ещё рангов. И накопил достаточную сумму, чтобы улучшить их. Давайте изучать дальше. Золотая сова 1. Обновление доков. И эскиз золотой слаймовой лампы. Наверное, это можно купить в лаборатории. Давайте посмотрим на доки. Так, а доки у нас здесь. Интересно, что здесь улучшилось? Ну-ка. Какие-то сетки добавили. Кирпичные столбики. Ну как вы тут, производите ресурсы или нет? Нет, нифига они не производят. Надо будет разобраться с ними потом. А что ещё? Тут больше ничего интересного нету. А, починили пристань. Офигеть. Посмотрите, какая она прикольная стала. Так, а это что у нас за статуя? Ладно. Пойдёмте изучать дальше. Золотая сова 2. Два новых цвета и эскиз золотого телепорт-склада. Пойдёмте посмотрим цвета. Так, первый у нас звёздный жемчуг. О-о-о, нифига себе он переливается. Прикольно смотрится. А второй у нас золотая фольга. Блин, тоже прикольно переливается. Даже не знаю. Пожалуй, поставлю звёздный жемчуг. Он прикольно переливается. Мне нравится. Посмотрите, какой прикольный пылесос. Посмотрите, как он играет на солнце. Прикольно. Всё. Похоже, осталось последнее улучшение. Золотая сова 3. Слаймовый трофей 4. И эскиз золотого телепорта. Всё. Я поднялся до максимального ранга 28-го. Офигеть. Корпорация 7Z. Зайдите в фермерский дом, чтобы посмотреть. Ха, прикольно. Он с короной. Офигеть. Пойдёмте почитаем, что они пишут. Они выражают благодарность. Прикольно. Ну, а теперь давайте искать оставшихся горда. Ну, а начну я с квантового горда. Находится он на локации древней руины. И находится вот тут. В этом маленьком закутке. Чтобы его найти, вам нужно дойти до этого переключателя. Заодно обратите внимание на дверь. Она должна быть в положении внизу. Ну, а сам горда находится вот тут. В самом-самом уголке. Честно, не знаю, что у него там внутри. Поэтому давайте посмотрим. Ну. Квантовые слаймы. И ключик. Правда, зачем он мне? В принципе, уже и не нужен. Ну, а больше кроме сундуков ничего интересного. Поэтому переходим к следующему горда. Так, а вот и буря, которую я так искал. Да, вот они. Огненные слаймы. Отлично. Во время огненной бури в стеклянной пустыне можно найти огненных слаймов. Только они, как и водные, не задерживаются надолго на поверхности. Поэтому их надо собирать быстрее. Так, а огненных слаймов мы, пожалуй, посадим куда-нибудь сюда. Я думаю, ничего страшного не будет, даже если не пойдет плорты друг друга. Ну, а для огненного слайма нужен мусоросжигатель. В который нужно будет поставить поддон для пепла. Ну, а теперь давайте попробуем их разместить. А ну-ка, ребята, вы готовы? Эй, куда ты? Как мне их сюда посадить? Эй, блин. А это сложно. Ну, подожди. В общем, я долго мучился и что-то получилось. Правда, не знаю, что они там уже едят. Надеюсь, они не повыпрыгивают оттуда. А давайте ради интереса закормим им один квантовый лорд. Ну как? Блин. Оно превратилось в пепел. Ну, ладно, пойдет. Ну, а мне надо собрать побольше куриц. Для следующего города. Кстати, пока я бегал, я кое-что заметил в древних руинах. Это у нас золотое эхо. Перемещу его куда-нибудь сюда, чтобы потом не забыть. А еще тут есть, по-моему, где-то зелен... Да, вон, зеленое эхо. Так, берем с собой и тоже куда-нибудь туда пока размещу. Интересно, есть еще эхо в этой игре? На место. Ну, а теперь давайте откормим этого города. Находится он здесь, прямо посерединке. А зовут его Вьюно Горда. Лупает он только мясо, но любимая его еда это пестра курица. Так, и что же внутри тебя? Ну-ка. Куча... Куча... Ого! У меня их не было еще ни разу. Блин, давайте-ка соберем их сразу всех. Уйди. Подожди, подожди. Да уйди ты. Мне нужны вьюнки. Блин, сколько вас тут? Десять есть? Мне десять как раз нужно. О, пастернак серебристый. О, так мне телепорт открыли. Так вот, это была не морковка, значит, а пастернак. Что ж, он мне тоже пригодится. А это что такое? Про нефть и какой-то жужжащий воск, желеобразный камень. Блин, давай-ка с собой возьмем этот сундук. Он не взялся с собой. Блин, жалко. Пойду посажу вьюнков. Пожалуй, посажу их тоже в пещере. Прямо сюда. Надеюсь, вы не превратитесь в варов. Немножко прокачал их до квантовых ларга и, пожалуй, уберу эти силосы. А на их место посажу пастернак. Так, следующий гордо, которого я хочу взорвать, это мозаичный гордо. И находится он вон там. Если по карте, то вот здесь вот, в проходе. Не знаю, понятно или нет. Ну, а сейчас я попробую туда добраться. Так, мне почти удалось это сделать. Ну-ка, давайте посмотрим, смогу ли я отсюда достать его. Точно, достал. Ну, давайте посмотрим, что у него внутри. Лопает он овощи, а любимая еда у него пастернак. Смотри, скалу не разбей. Еще чуть-чуть и... Бам! Мозаичные слаймы. Отлично. Новые слаймы, которые мне как раз нужны. И ключик. Ключик мне... Не знаю, нужен или нет. Ну, подождите. Подожди, а где десятый? Он упал? Эй, слайм. Мозаичный. Ладно, фиг с вами. Мне двух бы хватило. Ну, а в сундуках, как обычно, ничего интересного, кроме... Ээээ... Что опять это за гадости? Ладно, пофигу, они мне пока не нужны. Пока летал, я подумал, что хочу совместить их с дарвиш слаймами. Соберу-ка я их все сначала. Просто хочу сделать ларга из них. С ними я закончил, но у меня остался один гордо. Как раз таки дарвиш гордо. Ну, и еще один очень редкий гордо, который называется золотым. Так, эээ... Подожди-ка. Это что, эхо? Блин, не такое уж оно и редкое оказывается. Серьезно, вон еще второе. Блин, а я думал, это такая редкость в этом мире. Смотри, еще одно. Офигеть, сколько их. Да и зачем они тогда мне? Они абсолютно бесполезны. Я думал, это очень редкий артефакт. А на самом деле он ничего не значит. Ну и последний гордо, которого я буду кормить, называется дарвиш гордо. И находится он вон там вот. Если по карте, то вот здесь, на возвышенности. Прямо в центре. Что ж, момент кульминации. Мне осталось откормить последнего гордо. Давайте посмотрим, что в нем. Лопает он фрукты. А любимая еда у него такая же, как у дарвиш слайма. Ну что, ты готов лопнуть? Ну же, что внутри тебя? Опять ключ? Да зачем они мне? У меня целых три ключа не нужны. Не знаю, зачем они мне. А в сундуках, как обычно, ничего интересного. Кроме... Что это? Гексосота? Пчелиные дела и геометрия? Натуральный шоколад, ореховое масло? Что это за гадость? В общем, это для слайма науки, опять же. Ну а на этом все, друзья, на сегодня. Не забывайте подписываться, чтобы узнать все секреты слайм-гренчер. И поддержите меня лайком, чтобы я нашел все, что здесь можно найти. Всем пока и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»